Так непривычно писать видео, когда за окном темно. Я обычно всегда при дневном свете, при солнышке писала. Сейчас времена изменились. Сейчас днём я на работе. В выходные дни, естественно, ничего не запишешь особенно дома. Поскольку дети и муж. Надеюсь, что мне не слишком устал вид. Начну, пожалуй, с благодарности. У нас в комплексе живёт девочка Настя. Её мама ко мне пришла и передала подарок от их бабушки, которая живёт в Украине. Моя подписчица, и большое вам спасибо за ваш подарок. В такие моменты понимаешь, что действительно делаешь очень нужное и полезное дело для людей. Продолжим полезные дела. Сегодня ровно месяц, как я работаю в агентстве недвижимости. Очень большой разрыв между реальностью и мыслями людей. И так было и два года назад, когда я только приехала. Тоже люди удивлялись, почему так дорого? Когда я купила свою квартиру за 35 тысяч, я удивлялась, честно говоря, ну надо же, как так? Квартира на море в комплексе стоит дешевле, чем я свою продала в посёлке, в Салковной. Я вообще не понимала, как такое может быть. Я радовалась, что получилось поменять место жительства. Люди почему-то не понимали, что это нормальные цены абсолютно, ну в то время. И сейчас уже, когда цены ещё поднялись, то же самое происходит. Почему так дорого? Почему должно быть дёшево? У нас всё равно самое недорогое жильё в Европе, если говорить о морских курортах. Я говорю про курортную недвижимость. Самое популярное место жительства, которое люди запрашивают, это Солнечный берег. Святой власть специфический, из-за его рельефа не все любят. Видимо, просто Солнечный берег вот такой вот популярный. Ну и плюс ещё мы находимся, наше агентство находится в центре Солнечного берега. И, наверное, если бы наше агентство находилось где-нибудь в обзоре, то у нас бы просили обзор подобрать. Ну, скорее всего, так было бы. Субботнее утро. Я иду с палками по своему комплексу. Думаю, ой, не могу. Красиво? Обалдеть. Хочу снимать. Пока вы любуетесь осенними видами нашими прекрасными, позвольте вам рассказать свою боль, чтобы вы поняли, насколько важно быть в курсе реальности, реальных цифр. Потому что вот два года назад я тоже работала в агентстве недвижимости. И был самый частый запрос, с которым невозможно работать было. Это студия до 10 тысяч евро. Сейчас с точностью, вот как цены выросли, так же и этот запрос поднялся в два раза. До 20 тысяч евро, пожалуйста, найдите мне студию. Да я бы с удовольствием, ребятки. Но это будет максимум одно предложение. И то, которое вас категорически не устроит, скорее всего. Чаще мне даже и нечего отправить на такой запрос. Понимаете? А так хочется людям что-то найти, предложить. Потому что есть действительно хорошие квартиры по вполне приемлемым ценам. Но они приемлемы для нынешнего времени. Поэтому давайте я все-таки попробую как-то держать вас в курсе цен на недвижимость. Чтобы не было иллюзий и каких-то разочарований больших. Только имейте, пожалуйста, в виду, что если на сайте или на витрине какого-то из агентств недвижимости вы видите цифры на порядок ниже названных мною, то это абсолютно не означает, что эти предложения до сих пор актуальны. Или не содержат в себе подводных камней. Солнечный берег большой, но и агентств очень много. И картина с цифрами для всех одна и та же, так как продается не очень много объектов. Итак, реальные цены на ликвидную недвижимость в комплексах среднего сегмента сейчас таковы. Студию вы можете купить от 45 тысяч евро. Если это люкс, то от 55 тысяч евро. С одной спальними апартамент вы можете купить от 60 тысяч евро. Если это люкс, комплекс люкс класса, то от 85 тысяч евро. С двумя спальнями вы можете купить квартиру, то есть трехкомнатная она будет у вас, от 80 тысяч евро. Это в комплексе среднего сегмента. И в комплексе люкс от 170 тысяч евро. Почему такая большая разница, объясню. Потому что в таких комплексах, как правило, с двумя спальнями, там идёт уже два санузла. Очень сильно удивляет какой-то парадокс. В одном апартаменте два санузла. И оба они с душ-кабинами. Или оба они с ванной именно. Если бы я, например, строила себе квартиру с двумя ванными комнатами, то в одной бы у меня был душ-кабина, была бы, а в другой ванна. Ну, это же логично. Не знаю, почему так делали, но рассказываю вам просто свои наблюдения. Если вы дешевле что-то встречаете при поисках, и вам это нравится, то, что вы встретили по цене дешевле, чем те, которые я перечислила только что, берите, оставляйте депозит и радуйтесь жизни. Потому что уйдёт, ну, буквально за день-два. Есть много покупателей, которые надеются, я вам цитирую, вдруг какая-нибудь шара выскочит. Ребят, не выскочит. Потому что есть люди, которые годами здесь уже занимаются недвижимостью. Неужели вы думаете, что они упустят такую возможность заработать? Конечно, нет. Они её выкупят и потом продадут дороже. Ну, не бывает так, чтобы хорошая квартира продавалась дёшево, и никому бы она не понадобилась. И она будет ждать, пока вы приедете откуда-нибудь покупать её. Опять же, будьте внимательны, потому что если квартира дешевле, значит, она не продалась дороже, скорее всего. Какие ещё факторы могут влиять на цену квартиры, на её стоимость? Особенно на низкую стоимость. Это отсутствие акта 16, естественно. Но если вы не планируете в этой квартире жить постоянно, планируете приезжать только на отдых, то для вас это не должно иметь какого-то большого значения. На цене это хорошо может отразиться плюс. Многие люди так берут, что вот сейчас, пока мы будем сдавать её на отдых, приезжать, а потом вот у нас будет там через 5 лет пенсия, мы тогда приедем, переедем жить постоянно. За эти 5 лет может много чего поменяться. Есть комплексы, которые вот за эти 2 года, пока я не работала, сделали себе акт 16, хотя у них не было долгое время его до этого. То есть всё решается как-то со временем, не во всех местах, но во многих. Локация ещё тоже играет большую роль. Если комплекс находится дальше 1 километра от моря, то тоже это влияет на цену. То есть вы можете найти себе вполне приличное жильё, но оно будет находиться в 2 километрах от моря, предположим, там или в 4. И из-за этого оно будет на порядок дешевле. Кстати, вот что касается моря. Многие там хотят, ой, мне бы поближе. Ребят, сколько я гуляла, особенно вот сейчас осенью, либо весной. У нас тут жарко. Когда, как только ты выходишь к морю ближе, такой холодный ветер, там разница может быть, ну, вплоть до 5, до 7 градусов. Ладно, когда ты гуляешь, ты там потеплее замотался, пошёл и гуляешь себе по морю. Но когда твой дом стоит и этим морским ветром его обдувает, конечно, вы будете мёрзнуть. Конечно, потом вы будете писать комментарии, что вот у меня был апартамент, и я там мёрз, и там дома картонные, и мне там было холодно, из-за отопления я устал платить. Ну, это естественно, человек хочет себе жильё на море купить недорого, все хотят недорого. Он его покупает, а потом появляются вот такие вот плохие комментарии, что вот жильё-то там некачественно построено. Ну, так вы сами кричали, я хочу дёшево. У меня ни одного запроса не было такого, что мне всё равно сколько стоит, лишь бы оно было качественное, это жильё. Такого запроса не существует. Ну, лично я не видела пока, мне не попадался. Есть, да, есть запросы, мне только люкс предлагайте, и то, там, цену хотят всё равно ниже уровня, ну, общепринятого. Квартира ещё может быть дешевле из-за того, что у неё есть какие-то там свои индивидуальные особенности, которые не вполне могут понравиться. Встречаются даже в хороших комплексах, с довольно-таки высокой таксной поддержкой. Апартаменты с проходной комнатой, то есть апартамент числится как с одной спальней, но комнаты в нём неизолированные. Проходная одна комната. Я вообще была удивлена этому, что до сих пор такое строят. Ну, потому что, на мой взгляд, у меня самой была когда-то такая квартира, я жила в такой квартире, где проходная комната. Я вообще не понимала, думаю, ну, зачем мне такое придумали? Это просто ты платишь лишние деньги за квадратуру, и всё. Либо очень маленькие комнаты. Бывает ещё такое, что комнату сами собственники делят, берут большую, покупают студию, мебель на заказ туда делают, делят её там на две или на три комнаты и продают потом как трёшку или двушку. Встречала тоже такое. И получаются эти комнатки, ну, совсем прям маленькими. Такая трёшка будет стоить дешевле, чем трёхкомнатные квартиры в таких же комплексах. Чтобы вас не путать информацию об условиях рассрочки, я решила не включать в один выпуск ещё и о квартирах, которые без таксоподдержки. Кстати, совсем без таксоподдержки квартир я не видела никогда. Всегда хоть какая-нибудь маленькая, но она есть. Это отдельная большая тема. Можно разговаривать долго на эту тему. Если это всё сделать в одном выпуске, то я вас запутаю совсем, и мы, в конце концов, никуда с вами не спешим. Поэтому, если вам интересны ещё эти две большие темы, пожалуйста, напишите мне комментарии. Я сделаю выводы. То есть, если там будет только три комментария, то я не буду тогда эту тему изучать сама глубоко очень и подробно, и чтобы вам потом выдать информацию. Потому что любое такое видео, оно требует определённого рода подготовки. Получила комментарий недавно. Ну, мне было просто, если честно, лень писать ответы на все эти вопросы. Ну, довольно-таки не ответишь. Тогда нет, знаете. Привет из Одессы. Расскажите, пожалуйста, о качестве жилья в Болгарии. Потому что на канале «Экакой был лайф. Русский архитектор» отзывалась нелестно и, купив квартиру в Несебре, разочаровалась и продала ее, приехав жить в Мелчеград. А в Киржале ваше агентство работает? Какие там цены? Так, давайте вот на этом остановимся сейчас. Пока. Это ещё не весь комментарий, но я прокомментирую вот это. В любом городе абсолютно. Есть и плохое, есть и хорошее. Я своим жильём очень довольна. Женщина, упомянутая вот в комментарии, не была довольна. Вполне возможно. У неё бизнес свой. Кстати, ну, достойно уважения. Но, тем не менее, у неё свой бизнес в этом Мелчеграде. Если бы у неё был свой бизнес и своё место для жительства в каком-то другом городе, то она бы считала этот город другой, лучшим в Болгарии. Несебр – супергород. Я не могу себе представить, чтобы я жила где-нибудь ещё на данный момент, кроме Солнечного берега, вот всё вот это наше побережье. От Еленита до Созополя. Я его всё изучила, оно мне очень нравится. Но, тем не менее, я живу на Солнечном берегу, мне тоже всё очень нравится. И здесь, как правило, в Болгарии каждый вот кто где живёт в своём городе, вот он своё и защищает. У меня самый лучший город. Что касается людей, которые живут в сёлах, в деревнях Болгарии, в других городах, которые не на море. Ну, они выбрали эти города. Да, ну, слава богу, но почему они все так хейтят? Не все, а многие, особенно те, у которых там свой бизнес по недвижимости, свой бизнес по строительству. Они же ненавидят все комплексы на море. Причём они все кричат, что, ой, там ужасное качество строительства, там огромные таксы поддержки, не берите там, всё плохо. Но вот эти два аргумента они всегда приводят. У меня об этом есть выпуск целый. Я говорила об этом неоднократно. То, что они говорят, что у нас тут всё плохо, это же не значит, что у них там всё хорошо. А раз они называют вот эти недостатки курортного жилья, то, значит, им это для чего-то надо. Ну, подумайте сами. Ну, почему я должна вот такие элементарные вещи вам объяснять? Возможно, ей действительно не повезло с её квартирой. Несебр чудесный город, и любой, кто в нём побывал, вам это подтвердит. Есть много хороших комплексов и много просто домов без таксы поддержки. И можно за вполне приемлемые деньги купить себе квартиру на море. Наше агентство не работает в никаких городах Болгарии, кроме побережья. Побережье, ну, в данном случае это от Елените до Созополя. Вот наша область деятельности. И вдоль моря вот это всё. Но в Бургасе нет, в Бургасе мы тоже не работаем. Спрашивают, знаю ли я, ну, некое агентство, которое продаёт квартиры в Одессе. Да, я знаю это агентство, но просто знаю о том, что оно существует. Оно здесь есть у нас в Солнечном берегу. Но сказать я про него ничего не могу, потому что я не сотрудничала с этими людьми. Я вообще хотела бы попросить вас воздержаться от комментариев в адрес каких-либо агентств, по крайней мере, под моими видео. Потому что я не хочу превращать свой прекрасный, добрый канал в какую-то жёлтую прессу, где будут, знаете, обсуждать. У нас очень много агентств здесь, на Солнечном берегу. И у каждого есть свой опыт работы с ними. Люди все разные. Запросы у всех разные. Кому-то что-то нравится, кому-то нет. Очень много, опять же, деятелей таких, которые пытаются в комментариях у меня написать, как видео только выходит, они пытаются написать. Друзья, обращайтесь, пожалуйста, в агентство такое-то. Там очень хорошие работают люди. Обращайтесь все туда. Да, ну, я такие комментарии удаляю, естественно. Если это агентство такое хорошее, то почему бы им просто не взять и не купить рекламу? Ну, давайте воздержимся от обсуждения каких-либо агентств у меня в комментариях, пожалуйста. Ну, и заканчивается этот комментарий, конечно же, комплиментом о том, что я супер выгляжу для своих 50 лет и могла бы рассказать о своем уходе за лицом. Использую ли я болгарскую косметику. Об уходе за лицом я вот рассказала вот в этом видео. Если хотите посмеяться, посмотрите. Да нет у меня никакого ухода за лицом специального. Крем утром, крем вечером. Вот и весь уход. Причем крем не один какой-то, а они все время разные. Баночку купила. Она у меня закончилась. Тогда 2-3 месяца. Другую баночку купила. Все. Ну, у меня лицо само по себе не очень большое, поэтому мне крема хватает надолго. Да, я знаю, что обычно крем у людей заканчивается быстрее. Ну, мне хватает надолго и косметики всей, и, в общем-то, ни к чему конкретно я не привязана, ни к какому-то там специальному уходу. Но за комплимент спасибо очень приятно мне было. А что касается косметики с розами, знаменитой, болгарской. Скажу вам, вот такой вот был крем и для глаз, и для тела, для всего. Ну, ничего особенного. Крем как крем. Я им пользуюсь. Он приятный. Он нормальный крем. Ну, и розовой водой я лицо как бы протираю вечером. Но, конечно, для жары летней не подходит. Мне это не подойдет, потому что, во-первых, очень щипет, когда поры расширены. Во-вторых, лосьон простой я использую в миксе. Ну, для очищения. Сразу скажу, наше агентство работает... Нет, это я потом скажу. Я знаю... Нет. Как еще раз сказать? Там другое совершенно... Короче, я вам сказала, будем работать. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...